интервью из еще не поздно с юрием арабовым не будет ничего ровным счетом ну это блин без б ну да ну нет николаевич нет это все пустые бла-бла насыпает новая реальность кирдык высоколобом кирдык желанию вообще сделать что-то вне референса кирдык а вы из российской рок-музыки что-то слушать да нормально нормально я могу слушать вырубите на вырубите я всеми пальцами за чтобы вырубить на чего вы очень крутое конечно что ты говоришь блин как круто да хочу круто мы о чем и говорим давайте давайте что-нибудь такое меня давайте давайте о чем-нибудь о киркегоре и вы же можете отрезать вы не переоцениваете странные немного нарезки в начале не понимаю их смысл но не очень интригует то есть по идее должно быть тизерное составляю я не думаю что будет много уведомлений сегодня и еще не поздно ирика а вы с рязанцевой каких отношений в хороших отношениях нормальных рабочих я был знаком с ее мужем овербахом я как бы давно их знаю этих людей приятельствовали с вербахом или так нет они приглашали меня на работу когда я как бы вошел в некий тренд широко известных в узких кругах персонажа вот такого андеграунд и он приглашал на работу на экранизацию одно стругацких 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 да тогда была какая-то такая полоса тарковского фильм сталкер потом наш сакуровым дни затмения но там как бы ничем это не кончилось но я не потянул тогда еще ничего сакурова вытянули а гробаха там как бы другие несколько были требования я не потянула когда потянул через месяц разговора они уже как-то и не хотели это все делать ну это видимо было несерьезно а может быть это просто было такое навшивость проверка навшивость ну да как бы ну вот появился котик человек что-то о нем говорят дать мы посмотрим посмотрели а ничего особенного все это дутые вещи на что-нибудь такое может ну как на обычно что а у них своя тусовка было мне нравится он очень скромный и начали не смотрел в глаза собеседнику я на таким же иногда качеством обладаю в определенном состоянии мне вот тяжело смотреть в глаза это реально лучше то есть хороший интерьер я думал наоборот не очень хороший если говорить про канал ну ладно глянем ну конечно а кто там был собственно а своя тусовка но я насколько понимаю это интеллигенция поэтическая интеллигенция вот эти вот все шестидесятники ля минор аккор ми мажор 6 сначала 7 струн потом 6 струн звезда как там рюкзак за плечи пошло для моего поколения все было дико дико но дико конечно но мы же как бы рок-н-ролльщики все другое что какая звезда какой настоящий рок-н-ролльщик рюкзак у нас все на один аккорд больше на несколько децибеллов громче ну когда злишься так понятное дело что зрительный контакт проще наладить у него гости интересные не то что у дудя ну хотя бы за арабова можно поставить жирный плюс арабов действительно интересный человек посмотрим какое будет интервью о чем вообще все здесь будет вот может быть арабов что-то расскажет еще про свои проекты я надеюсь здесь больше будет про кино чем у не знаю политики и душе но посмотрим а вы в тот момент чего слушали для вас какая главная группа была ну как но я я же эту отраву слушаешь 65-го года 64-го года когда в начале до в начале 65-го ростоцкий станислав знаете такой конечно вот он в мою историю вошел вовсе не фильмом белый венчур а зори я уж тем более не белый а как человек который к нам в дом привез хардэйзнайт битлз пластинку принес ну конечно чуть ли не из лондона это хардэйзнайт ходила по всем этажам в конце концов превратилась в такую клеенку вот да это было конечно нечто это был взрыв взрыв в мозгах вот и ужас а я не хочу чекать тайм-коды хочу как бы сюрприза и посмотреть как то знаю какие темы поднимаются будет достаточно скучно смотреть люблю люблю когда все неожиданно люблю какие-то сюрпризы надеюсь они нас впереди ждут я бы советовал интервью с леонидом федоровым интервью кайф можно будет потом глянуть у меня в принципе я хочу как-нибудь еще глянуть новые намедни не знаю вам зашли тогда когда мы смотрели намедни про 2000 какой-то на 2012 или 2018 не помню пока про какой год этой поры я уже как бы слушал сначала их авторов а потом уже весь корпус этой музыки и сейчас продолжаю слушать все индии прочее весь корпус вы имеете а кто рядом с битл состоит я не знаю как но какие-то там авторы between the buttons и the satanic majesty request rolling stones это роскошные роскошные кстати не построены по принципу референсы которые сейчас все по референс за это нечто новое также как револьвер и прочее у битлз вообще-то что я люблю арабова если кто новый и не смотрел стримы до этого за его как бы подход к драматургии он в целом не очень поддерживает трехактовую как бы трехактовое членение в сценариях и говорит что сценарии работают несколько по-другому у него есть интересные лекции мы их уже смотрели на стриме обозревали в какой-то мере и это конечно ну там же довольно много хорошей музыки было ну да но это вот проблема мне кажется в целом реальности то что она становится более циничной и жестокой и что какие-то жесты может быть сердечные да ну мы не можем судить на самом деле что он чувствует этот момент может быть действительно для него это такая очень грустная тема и не может себя сдержать например я когда вижу какие-то кадры из второй мировой войны у меня слезки глазам поступают я не плачу но я прямо ощущаю вот это вот что я готов расплакаться поэтому не знаю тут сложно судить и но общество сейчас да это все не приемлет и по сути в текущем контексте это вот кажется таким странным видимо это эффект интернет это не скажем king's какие-нибудь как бы она второстепенная группа но вовсе не потом пошли технари которые в секунду делали несколько опасов пальцами как хендрикс сказали что это гений хендрикс притащил тяжелый рок на основе блюза вот все это так дымилась до катка под названием диска каток прошел если бы не курт кабейн это вообще как бы ничего не было но кабейн собственно дал брит попу говорят что вот как интерьер он хороший я не так много смотрел чтобы прям разбираться хорошо в этом пульса брит поп вот инди притащил сейчас на его интервью как бы музыка есть а все-таки какой альбом beatles вы ставите выше все ну и откуда я знаю для вас то ну и естественно вот эти пахалки револьвер саджин пеппер день не это не быдало но это нормальная реакция человека немного сомневаться сейчас то есть вполне себе понятное беру вот это как бы не что ну даже собственно говоря вы браковки beatles они сейчас интересны поскольку мелодическая как бы основа музыки падает и рок-н-ролл некоторое время сохранял даже если брать консерваторскую музыку вот эту мелодическую как бы основу покуда работали вот эти люди такие гениальные полу гениальные а сейчас это на уровне референсов но и референсы есть абсолютно блестящие там какие-то там займать бит джеймс из бруклина там они играют лет 30 это замечательные такие пригов пригов рок-музыки но они по принципу референсы работают это как бы слышно но они гений 2 2 джона 2 гения а мелодическая основа для вас важно да конечно она ритмическая и очень люблю поскольку она довольно примитивная ритмическая основа и вследствие этого как бы я рэп как музыку не воспринимаю вообще ну ритм да ритм это такая первичная стихия которые которые легко кстати странно почему чубайс отказался цитировать летова он же в принципе националистов поддерживает а летов в общем-то всей этой тусовки непонятно как это аргументировал подключиться на бессловно универсально но музыка это нечто более сложно например кендрика ламара нет нет может быть я слышал но не могу сказать что это застрял а сольные альбомы последнюю последний предположим маккартни как вы оцениваете ну восемнадцатого года по-моему хороший альбом временами он такой исповедальный что от этого слона который умеет все я с удивлением это все воспринял потому что да там весь исповедали интонации довольно откровенные о том что пипл хавает джордж боинг здравствуйте приветствую вас доброго вечера вообще о том как это все делать я положительно дай бог чтобы там на восьмом десятке кто-то сохранял бы хотя бы временами эту энергию летов он сказал что лет это его враг идеологические летов бы перевернулся в гробу если бы увидел как чуба читает его стихи ну не знаю насчет идеологической вражды ну а что вы думаете про пинг флойд флойд да надеюсь это все в эфир не пойдет почему да ну что это травить людей я как ни странно флойд вы знаете я вот когда motors ушел я считаю что вот во всяком случае division bell группа обрела нечто просто они уже были ста то есть забавно что вообще-то арабов он как рыбников он вот несет что-то такое очень странное но при этом как бы осознает что у него очень странные тезисы возникают то есть там он про пинг флойд обычно он говорит то что они сделаны согласно сердечному ритму человека то есть в основе и их музыки это сердечный ритм и поэтому они так взлетели и так откликнулись типа нлп все дела а вот лидер мини спрашивает а вот такие курсы реально помогают типа вроде какие-то скиллбоксы гик брейнсы дают работу потом не дают работу они дают возможность может быть пройти практику пройти собеседование но вряд ли вы получите работу надо смотреть надо смотреть конкретный курс надо понимать хотите ли вы этим заниматься в первую очередь то есть в принципе курс чем хорош вы все это можете найти изучить самостоятельно курс не нужен но курс чем хорош что если вы заплатили деньги то у вас как бы существует некоторая обязанность его закончить то есть вы вроде бы часть себя отдали уже и поэтому вряд ли вы его кинете потому что заставлять себя учиться это ну просто так без какой-либо мотивации крайне сложно поэтому очень круто если вам сложный фильм посмотреть его выкупать на аукционе то есть вы за него заплатили вы его наверняка посмотрите вот многие таки делают поэтому не знаю каждый случай индивидуальный я считаю что курсы не очень полезны ну надо получать образование профильное скажем дивизион был но естественно в дарксайд это не уже как бы все я кстати посмотрел бы документалку про летова и дивизион был мне очень нравится а уж его хер ну поменьше но слушать можно слушать можно вполне там о пинк флойд вот что было с ватерсом там как бы довольно количественно скромные музыкальные идеи растягивались там минут на восемь на девять это как бы для моего поколения как бы западло это такое кетчуп который заменяет блюдо в этом привыкли к трех минуткам разнообразным понимаете много идей а три минуты и люди ничего не растягивают здесь вот это растяжение 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 это видно все как делается но естественно это мастодонты монстры слоны тоже чушь говорить там вот раз возьмет гитару мастер пентатоники сколько из пятеноса сделает нечего а сольники последние гилмора как вы оцениваете да нормально нормально я могу слушать я могу слушать я не знаю мне вот это вся как бы относительная молодежь типа займать бит-дженс был ближе мне эти все ребята но как бы уже не ребята 50 за 40 то какие-то ребята я это могу слушать с удовольствием или трэвис шотландцев тоже они там под 50 новая пластинка приличная приличная вполне ну вы меня простите заранее а вы из российской рок-музыки что-то слушать мои вкусы примитивные я знаю естественно бг я знаю вот этих всех корейцев я знаю черного луки чая и гражданская оборона естественно гражданская оборона собственно высоко их ставлю несмотря на вторичность я считаю это вторичные да это все ребята вторичные но они мне кажется вообще проблема российской музыки она на самом деле вторична но она все таки наша поэтому слушать ее все равно надо для россии они хороши и снова я не могу сказать что а я еще слушаю вот этих из казахстана чудовищных ребят под названием адаптация интересно это интересно это такие панки это весьма интересно это громко и очень протестны о том что суки задавили его всех очень 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 неплохо они руссоязычные такие очень при этом все очень прилично такая что-то как во временами слушаю но да но 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 естественно я много слушаю и камерной музыки современной вот и как бы тут вы сделали фирме как режиссер там выступил я использовал как бы камерную музыку бенни андерсона который и замок который сейчас пишет эти вы знаете да и джорджа мартин это продюсер битлз вот выяснилось что в общем это можно купить это все как бы да достойно это как бы никто не знает я как бы картину показываю никто как бы не знает этой музыки а музыка очень приличная весьма хороший мелодист и андерсон хороший мартин покойный конечно похоронил себя продюсерская работа из битлз каком да и еще что самое главное арабова есть сценарий по гоголю вот сериал который тоже рекомендовал это дело о мертвых душах которые не слугиным делали и еще тоже есть документалка которая который назовну пробродского полторы комнаты или сентиментальное пришествие на родину тоже кстати не довольно неплохой фильм ну это не не документалка но такой типа биопик не знаю как назвать мокюментари биопик а дитр он весьма одаренный а как вы оцениваете текста и гора летова в смысле гражданского вырубите на вырубить я живу я всеми пальцами за чтобы вырубить на вчера с маргинала смотрели фильм тень вампира тень вампира но как мне кажется мы по очереди под ним засыпали потому что было уже поздно ну то есть у меня поздно у маргинала был вечер и мы как-то из-за медлительного повествования так клевали под него и включить сейчас одну минуту как блин как круто да кучу круто мы о чем мы говорим давайте давайте что-нибудь такое менее попсовое давайте отчернивать да юрия кирки горе строение вселенной вы же можете это я знаю вы меня переоцениваете я кстати сегодня я кстати сегодня с утра столкнулся с кирки гором я прочитал статью максима семеляка вы знаете да да он написал коротенькую рецензию для сеанса про фильм виттенберга который сейчас вышел про четырех чуваков которые решили бухать каждый день но это это нам близко да и он взял говорит что виттенберг поставил кирки гора в предисловие к фильму написав что какую-то цитату взял что-то значит жизнь это сон а любовь это содержание этого сна что такое и семеляк говорит что у кирки гора есть более там точная цитата подходящая для этого фильма что на самом деле есть два типа людей есть люди которые живут воспоминаниями а второй тип людей это люди которые живут еще чем-то но самые несчастные это те кто живут воспоминания на вы знаете что их большинство я могу сказать что это такое в отрыве от кирки гора обращаясь к травматической психологии такая наша школа некоторую по 80-х годах у нас массив была я сейчас не знаю насколько они развиваются там такая лена черепа там моя знакомая они были они реабилитировали после организма что-то у них бустер или фильтр голос голоса арабовая типа для чего это не стрессоустойчивые люди примерно 75 процентов понимаете как бы большинство они привыкли к повторению повтору одно или то же инерционность основа жизни основа жизни инерционность не надо вам сказать что как бы вот чем плохие медиканские карте а запись ну видимо чуть не писал они все что они врут о человеке на мой взгляд очень сильно врут тем что говорят что характер изменяется и что судьба в наших руках характер не изменяется характером движет инерция и вот скажем травматическая школа она об этом знает что человек повторяет одну и ту же программу из поколения в поколение десятки лет то что вложено с детства изменений каких не может быть вследствие этого если мы ждем от исторического процесса принципиальных изменений то не надо ждать потому что человек не может принципиально измениться инерция главный фундамент характер то есть мы как будто бы не как некоторые машины как биомашины как роботы которые повторяют программу которая у них заложена и существует в рамках этой программы выйти за эту программу невозможно но это один из таких да основ то что сам арабов продвигает собственно говоря и про кинематограф он так говорит про блокбастеры что есть какая-то формула запрограммированная и вот эта формула собственно она человеку нужна то есть там что человек не хочет увидеть что-то новое в фильме он хочет видеть то же самое что он видел уже в других фильмах но чуть-чуть другое тогда собственно этот фильм будет приниматься будет популярен в массах а вот архаус как раз это абсолютно что новое авторское кино это абсолютно что новое и поэтому на массам не заходит потому что не все люди запрограммированы на какой-то стресс, на существование в стрессе, потому что вот эта вот как бы вещь необычная, она для нас стрессовая, и мы просто выключаем, чтобы в нем не находиться. Мы идем по пути на меньшего сопротивления арабов видает, получается. Ну, посмотрим. И вот что ты получаешь? У него достаточно пессимистический взгляд, но с юмором. Зато я люблю, как говорится. Мы в детстве. То, чем ты живешь. И, конечно, воспоминания, воспоминания о славном советском прошлом, о замечательном золотом кино, которое у нас была одна из основ инерционности. Отвечает ли она реальности? Ну, а кто его знает? Эти самые люди, именно не стрессоустойчивые, любые изменения внешние рассматривают как удар по самим себе. А вот эти небольшой процент, ну, как небольшой, там у них где-то процентов 20, получается, людей стрессоустойчивые, любое изменение воспринимают как повод для саморазвития. Ага, шанс появился. Но их мало, их мало всегда. И, кстати, вот эти люди, 20% потребителей так называемого авторского кино. И вы понимаете, что 80% всегда со своими бигмаками на экране задавят. Я не знаю фильма, который вы сейчас... А он только вышел. Может быть, он замечательный, а может быть, это барахло с цитатой из Киркегора. Как бы никто не знает этого. Я, во всяком случае, не знаю. Вот. Но эти 80% бигмаков в кино, они всегда задавят этих 20%, которые в кино ищут нечто новое. Не только референсов того, что было. Ну, это то, что я говорил. Референсы, референсы. А вам лично удалось справиться с воспоминаниями? В смысле, отделаться от них? Да, ну, я никогда их не абсолютизировал, эти воспоминания. Я живу настоящим и будущим. Ну, конечно, будущего у меня мало уже. Ну, здесь стейк не про то, что про 1%. Здесь про то, что массовый кинематограф, он задавит, соответственно, авторский, ввиду того, что массовый кинематограф приносит больше денег. То есть здесь вопрос, что рыночек порешает. Ну, я считаю, это вполне себе оправдано. Возраст. Вот. Ну, я не считаю, что нужно жить в прошлом, и нужно это все бесконечно одну и ту же программу воспроизводить. Она скучна. Касается, опять же, если уж кино тут зашла речь, с вашей подачей, с вашей легкой руки. Ну, советское кино, ну, фильмов 20 за всю историю, ну, 30 снятых. На мой взгляд. А назовите несколько, чтобы понимать, о чем вы говорите. Ну, зеркало, например. Она представляет... Зеркало. Тарковское. Она представляет сейчас по опросу. Он не говорит хуёвость, да, извиняюсь за выражение. Он говорит неинтересность для него. То есть то, что массово для него скучно просто. Это не значит, что она скучная для всех. Кому-то как бы нравится, и это неплохо. Но вот он сейчас говорит то, что это как бы для него скучно. Авторитетному сайту и саунд журнала критиков, то ли вторую, то ли третью позицию лучших фильмов всех. Я не против фильмов Биг Маков. То есть я не против кино, которое снимается на массу. Просто там говорить, во-первых, не о чем, да. Но есть хорошие фильмы. Вот я обожаю «Пираты Карибского моря», которые все почему-то не любят. Но я считаю «Пираты Карибского моря» отличный блокбастер, просто отличные приключенческие фильмы. И вот такое как бы мне заходит. При этом я совсем не могу смотреть «Марвел». Просто это немного другая сфера, и там немного другие, так сказать, другие критерии. То есть если говорить про такой кинематограф, то мы будем просто говорить в другой базе, в другой парадигме. Ну, зеркало — это само воплощение вообще как бы вечного возвращения, воспоминания. Да, это по сюжету воплощение, а по форме это абсолютно произведение как бы авангардистское и новое. Ну, согласны. Ну, действительно. Ну, потом же там, как бы вам сказать, возвращение там рассматривается как духовная величина, спиритуальная величина. Понимаете, вечность души, вечность человека как божьего творения, там несколько... Это не то, что Сталин наше все или Пушкин наше все. Это как бы несколько другого сфера. Ничего. Успокойся, ничего. Все будет хорошо. Жалко, что вижу я тебя только, когда мне уж очень плохо бывает. Ты меня слышишь? Да. Вот я и взлетела. Что с тобой, Марусь? Как-то немного странно. Показали бы лучше какие-то фрагменты из фильмов Арабова, зачем Тарковского показывать. Ну? Тебе плохо? Не удивляйся. Это так понятно. Я люблю тебя. А еще кроме зеркала? Еще кроме зеркала? Ну, вся наша школа... Ну, вот тут есть тезис. Тут вроде бы писали, что тот же Феллиний, Бергман в свое время, кассу собирали. Кубрик тоже собирал кассу. Но что касса Кубрика Феллини и Бергмана по сравнению с «Звездными войнами»? Тьфу, просто растереть. Ну, серьезно. То есть, да, собирали, да, купались, но по сравнению с «Звездными войнами» нет. Арт-кино, сейчас это называется арт-кино, тогда это называлось поэтическим кино, я считаю, что два фильма Кончаловского очень хороших. Какие? Дворянское гнездо и дяди Ивана, которые очень много дали просто эстетики нашего авторского кино. И о Селяне, Грузия, часть СССР, тогда несколько фильмов. «Селяне», по-моему, я видел только «Листопад». По-моему, это его фильм, неплохой. Как-то забавно, я как-то ездил на арт-стояние, арт-стояние, вот, и там, помню, крутили, по-моему, на пленочном проекторе под небом прям, то есть, без крыши, без всего, «Листопад». Было очень круто в таком кинотеатре посмотреть, то есть, именно не в цифровом варианте, а именно в пленочном варианте под открытым небом. Интересный опыт. «Силова», ну, там можно. И, кстати, «Неоконченная пьеса для механического пианино», я считаю, что это просто настольный фильм для режиссеров, для всех, потому что эта картина абсолютно, как бы вам сказать, это такая антология режиссуры, на тот период времени, на 77-й год. Громко немного. Ну, и, конечно, собственно, классика «Земля Довженко», «Изенштейн» «Стачка». Это все очень... Ну, и сколько там наберется? «Баллада солдат» и «Шестидесятники», конечно, «Летят журавли». Сколько там наберется? 30 наберется, уже хорошо. А чего вы ни одну картину Сокурова не назвали? И вашу, соответственно. Было бы странно, если он свои картины называл. Это какое-то такое... То есть, наверняка нормальный, разумный человек, он к своей деятельности относится достаточно критично, чтобы говорить, вот, я-то гений. Так только Триера умеет про себя говорить, что он гений. Было бы смешно, если бы он только свои называл, молча сидел. Ну, кем бы я был бы в своих собственных глазах, если бы я не унижал бы наши картины, а возвеличивал бы их? Вы о чем говорите? Тут, как бы, Арабов чистый христианин. То есть, в общем-то, он достаточно набожный человек. И... Поэтому у меня такая достаточно страдальческая позиция. Наверное, и хорошо, и нехорошо, как мне кажется. Какой-то баланс нужен. Вот. Но зато есть Триер, который просто говорит, да, я гений, ребят. Я гениален. Я, как бы, звезда. Я считаю, это абсолютно непривычно. А знаете, я вот заложил, да, основы современной кино. Я получил такие-то... Нет, это не для меня. Не для меня, нет. Никогда вы не дождетесь. где бы я не проснулся и как бы не проходил мой день, я не представляю его себе без кофе. Это рекламная интеграция. Обычно это шот эспрессо, обязательно со стаканом воды. Или... Не, что, на скафа будет рекламируется? Что, разбавленный молоком пенистый капучино. Пенистый. Кстати говоря, в Египте монахи пили кофе перед вечерней молитвой для того, чтобы прогнать сон. А в Италии, например, строго-настрого запрещено пить капучино после полудня, потому что считается, что молоко после обеда уже не усваивается и идет во вред. А вот эспрессо в Италии можно пить несколько раз в день. Россия появлением кофейной культуры обязана Петру Первому. Изначально знать, которую император заставлял пить кофе, сильно противилось, потому что он был кофе из веников. Отведайте, попробуйте. Дорогим и горьким. Но спустя столетия кофе все-таки обрусел. И появились даже специальные кофейники и самовары. С моим съемочным графиком кофе я выпил, наверное, уже сотни литров и в сотни разных мест. Но хочется, чтобы именно хороший кофе был всегда рядом. Поэтому я рекомендую вам кофемашину Philips EP5444. С ней вы можете приготовить до 12... Я не знаю, вот у меня гейзерная кофеварка, она такой ядреный кофе делает. Прям идеальный. Я покупаю еще вьетнамский кофе. Мне нравится его, в принципе, вкус послевкусие. И прям получается кайсец. Балдеж. Появилась ирусиада. Гейзерная, не от слова гейзер. Ну, почему нет от слова гейзер? По принципу гейзера. То есть там вода, она скипает, проходит через, соответственно, она кипящая, бурлящая вверх. У него вкус табака. Ну, нет, не вкус табака. Веда в кофе, а мой любимый капучино у нее получается особенно. Он такой более карамельный получается, вьетнамский. Благодаря капучинатору Латте Гоу. Для тех, кто любит кофе покрепче, есть функция... Блин, надо было себе ник брать на твиче капучинатор. Это было бы идеально, я думаю, отличная идея. Если он еще не занят, обязательно зарегистрируйте его, капучинатор. Просто прям. Экстра шот, добавляющая ристретто в выбранный напиток. Еще в машине есть максимально интуитивный дисплей. Он поможет занести в память индивидуальные настройки приготовления. С уходом за кофе машиной также не возникнет трудностей. капучинатор легко мыть, а фильтр AquaClean надолго защитит ее от накипи. Я, кстати, вот поэтому не хочу такую большую кофе-машину, потому что за ней геморройно ухаживать. Как бы там не было, все равно все это чистить, молоко, которое высохнет, его потом долго отмывать. Ну и посмотрите на этот современный дизайн. Кофе-машина Philips Latte Go серии 5400 украсит собой любую кухню. В описании к этому видео я промокод со скидкой в 3000 рублей на кофе-машину Philips Latte Go серии 5400. Переходите по ссылке в описании для того, чтобы чаще радовать себя хорошим кофе. Я, кстати, по чаем угорал какое-то время. Там по пуэрам, например, всякие Дехун Пау, Луны, все это я пробовал, пил, разбирался, но в итоге все равно вернулся к кофе. Веттанский кофе, но я пью для Гуэв. Он очень низкого качества и довольно плохо обрабатывается. Я не знаю, я в кофе не такой, чтобы сильно разбираться, я определяю по вкусу. Я брал разные кофе, но соответственно выбрал именно этот. Пока что больше заходит. Хотя, может быть, снова начать чай пить? Я человек циничный, что мне поделать, бездушный. Маму с папой часто вспоминаете? Маму с папой, ну, я вспоминаю, но как бы я молюсь за них, за их души утром и вечером, поскольку родился в России, родился в контексте христианской культуры, в православном изводе. И в этом плане я их вспоминаю каждый день. А если как бы говорить об этом больше, то я не понимаю тех жертв, которые они принесли для государства, которого нет и которые, в общем, похоронены. И представить это количество жертв, которые принесено на алтарь того, что схоронили за несколько дней, это, конечно, интересно. Это интересно, да. Ну, в общем-то, если подумать, то в Соловьяни же были язычниками и при этом имели царя до крещения. Правильно? Значит, такой пример есть исследовательно. Не обижаете их тем самым, когда вы говорите, что вы не понимаете этих жертв? Я не понимаю, как такое может быть, как не снимать шляпу или что есть на голове перед этими жертвами. Вы меня не совсем поняли. Я считаю, что так просто безобразно поступили пастухи. Пастухи безобразно поступили со стадом. Так нельзя поступать. Пастух кичится своей сакральностью криком «цоп-цобе!» Это так же, как «Цоп-цобе!» «Цоп-цобе!» и поворотом кнута. Но так, чтобы вообще ликвидировать это пастбище под названием СССР, это, конечно, круто. потому что очень много кровяночки было положено в основу вот этой альтернативы современному капитализму. И это как бы особая история совсем. Но надеюсь, что история не инерционная всё-таки. История вообще похожа на обезьяну. Вот мы считаем, что история движется, да, вот что-то такое вот происходит, вот посмотрите, там как бы новая. На самом деле обезьяна прыгает вверх и вниз перед нами, но она ни влево, ни вправо не заходит. И она будет прыгать, покуда пол под ней не провалится. А что я имею в виду? Я имею в виду, что принципиально нового ничего не происходит. Как человек боролся за доминантность одного над другим, так он и борется. и вполне можно в этом плане прогнозировать некие будущие моменты в истории мира и России. Не так давно ни один там французская газета, не совру, что это был Ле Монт, нет, это газета второй или третьей руки даже, попросила вместе с русскими писателями, какой-то опрос сделали, высказаться по поводу ковида. И было это весною, когда еще как бы ничего не было понятно. Естественно, умные русские писатели написали примерно в своих статьях, что после ковида мир станет иным и прежним не будет. И только один идиот А.М. сказал, что ничего не изменится, вообще ничего, сколько бы жертв не было. И некоторое время, а после этого грянул как раз карантин. Прямо ему не по себе стало, ну что, елозить. Вопрос, на самом деле, не согласен. Немного, мне кажется, изменения все-таки будут, и ковид в поведенческие наши паттерны все равно приносит какие-то новые вещи, от которых, как мне видится, избавиться будет не так просто. И вот эти вот все меры предосторожности, они останутся еще очень долго в человеческом сознании. Хотя я сегодня новость вроде бы читал, что сегодня родился первый ребенок, у которого уже есть антитела к ковиду. Вот это все isolation и прочее. Я думал, ну какой же я идиот, ну как же я так мог лажануться. Посмотрите, какие изменения. Идиот, потому что он сказал, что никаких изменений из-за изоляции, из-за ковида не будет. Вот. Сейчас я вижу, что ничего ровным счетом не изменилось. Вот сколько не погибнет, понимаете? А пастухи скажут, нет, 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 мы не можем жертвовать экономикой. Ну люди, да, ну как Бог даст. Сейчас посмотрите, все как бы открыто во всем мире. Правительство в прострации, по-моему. А все ли открыто во всем мире? Вот господа, кто не в России, в Москве в общем-то каких-то проблем кроме ночных посещений нету. А как вообще в мире идут дела? В чем-то, конечно, рабов прав. То есть в чем-то его позиция понятна. Я больше по привычке. Даже из-за европейской чумы ничего не изменилось. У всех по этому поводу. Просто они не знают, как поступать. Закрываем опять на изоляцию. Это будет кирдык экономики. А кирдык экономики это прежде всего кирдык положения пастуха. Он уже не может, не сможет бить так хлыстом и кричать цоп-цобэ. Нет. А положение пастуха это самое важное. Ну в целом я считаю, что экономику надо спасать. Особенно если говорить про ситуацию в России, то у нас и так большие проблемы с экономикой, с бизнесом и вроде бы сейчас какие-то тенденции от правительства выступления в защите того, что надо все-таки бизнес как-то лелеять, чтобы он существовал и развивался, чтобы какое-то экономическое чудо все-таки в России произошло, они есть и я надеюсь эта позиция будет поддерживаться и дальше. В этом плане что бы ни произошло, в принципе вот эти доминанты человеческого существования как-то доминирования одних людьми над другими он будет воспроизводиться, что бы ни случилось, даже, понимаете, если, не дай бог, нейтронная бомба разорвется, те, кто останутся, будут все те же сами, кто-то будет пастухами, кто-то будет стадом, о которых нужно будет резать селистричь. Интересная ситуация со Второй мировой войной. Погибло 50 миллионов человек и смотрите первое десятилетие мы действительно прежде всего мы увидали как бы нечто новое в культуре, а в кино мы увидали неореализм, чуть не сказал некрореализм, некрореализм. Его мы потом тоже увидали. Это другое. Кстати, я вчера про это говорил скользь на стриме с Маргиналом, когда мы говорили про суд над Богом, что Вторая мировая дала большой карт-бланш всяким нездоровым тенденциям, которые существуют сейчас. Ну, не то, что нездоровым, странным тенденциям, которые существуют сейчас. Женщины, которые одеваются как мужчины, мужчины, которые одеваются как женщины, вот это все, это всё, по сути, такая реакция на Вторую мировую. Увидали неориализм, увидали французскую новую волну. Пришло поколение, которое знало... То есть, если говорить про кинематограф, то реакцией на войну в данном случае является тот же Нуар. Вот этот персонаж, для которого стираются светлые чёрные, грани размываются, и как важный кадр Нуара — это человек, на лицо которого падает, соответственно, тень от жалюзи. То есть, чёрное-белое, когда вот это всё разбыто. Это такой поствоенный персонаж, потерянный. То есть, для него все смыслы потерялись. Для него вот этот вот химингуевский бык проскакал на него, и он ощутил, что вообще-то нету никаких... Ничто не важно, всё теряет какой-то свой смысл. И это именно война это обнажает. Про реакцию Второй мировой войны неплохо показывается в «Ночном портре». Согласен, «Ночный портре» — топовый фильм. Дание, которое пыталось выразить какие-то существенные для людей вещи. Может быть, надо было его выбрать. Хотя мне правда безумно понравилась «Гибель богов». Я его очень завороженным смотрел. Прям великолепная такая театральная, напыщенная, эстетичная постановка в декорациях, соответственно, германской элиты, рассказывающая о том, как, соответственно, вот это вот поколение повернулось к фашизму, почему промышленники его поддержали, почему именно вот это всё случилось, очень хорошо, очень интересно, ну и эстетически очень грамотно. И с точки зрения драматургии тоже интересны отсылками к тому же Шекспиру. То есть изначально у Висконти была задача сделать Макбета в декорациях Третьего Рейха, соответственно. По поводу войны и по поводу... Сеорита, доброго вечера. Собственной боли. И на сколько это хватило? Насколько это хватило? Ну, до середины 70-х годов. То есть на 30 лет 50 миллионов хватило жертв, чтобы 30 лет как-то искусство говорило не только о первичных инстинктах. Может быть, это потому, что те, кто делали это искусство, увидели войну своими глазами? Конечно, конечно. Да, вот эти рок-н-ролльщики, о которых мы с вами говорили, они же родились-то при бомбёжке. При бомбёжке. Сартр, Камил, от всех всех. Да, это всё на уровне генов было. Так же, как моё поколение, мы бомбёжки не застали, но на уровне ген наших, конечно, мы помним насилие государства, террор государства сталинского. Конечно, конечно. Ну, хватило, видите, искусства лет на 25-30, 50 миллионов, а потом всё тоже. Вообще в кино считается, что вот эта первая серия «Звёздных войн» повернула принципиально кино, опять развернула на коммерческие рельсы, которые оно было до войны полностью. Но выяснилось, что кино приносит больше дохода, чем нефть, или, во всяком случае, сопоставимо. Так, ну это, конечно, не так, про нефть, я имею в виду. Ну, всё, сейчас мы в кино, ну что, мы ходим в кинотеатры, не знаю, сколько сейчас платим, 300 рублей или больше. Побольше уже, даже 500. 500. Я в основном в профессиональной среде смотрю бесплатно. Вот это всё и дома. Фильм или плохой, или очень плохой. Вот как бы две градации. И насколько он внятно и прикольно говорит о первичных инстинктах. А мы смотрим, почему? А чтобы разгрузиться, чтобы не париться. И сами того не понимаем, что мозги, оно ведь как тело. Ты не тренируешь тело, и тело перестаёт тебя слушаться. Ты не тренируешь сложностью мозги, и они атрофируются. Кино было великой манипуляцией до войны, и сейчас стало более великой манипуляцией. И вот если раньше пастух управлял через насилие своим стадом, то сейчас, наверное, как благороднее, что ли, он управляет через манипуляции. Но о манипуляции знали ещё во времена Джордана Бруно. Понимаете, у него есть... Ну, кинематограф вообще в целом манипулятивная вещь. И даже силу этой манипуляции просто предогадать и оценить крайне сложно. Я вот недавно говорил, некоторый пример очевидный. Вот это вот взятие, соответственно, красными Зимнего дворца, которое передаётся у Узенштейна в октябре, соответственно, оно же было не так. Но все уверены, что вот эта вот постановочная вещь, она как бы стала, получается, реальностью. То есть то, что происходит в этой картине для поколения целого, оно стало реальнее, чем сама реальность. Это удивительно. И такой вот силой, собственно, обладает кинематограф. Также Арабов говорит про такие вещи, как знаковые системы, в том числе и какие-то культурно-знаковые системы, которые можно имплицировать в плёнку, в повествование, и тоже тем самым этими знаками как-то манипулировать зрителям. Вот он приводит пример в одной из лекций, по-моему, взятия Берлина, такую тоже синтетическую плёнку, ну, повествование синтетическое. И там есть сцена, когда Сталин прилетает, и его как бы целуют в плечо. То есть некоторое такое, как говорит Арабов, тёмное причастие происходит. И такое же есть Урфеншталь. То есть вот кинематограф в этом плане интересно может работать с публикой, с сознанием. Про Гугли интересно, конечно, потому что в наше время любимым СССР писали только о Сталинставляющих. о разборах Николая Васильевича, когда на Западе вовсю обсуждали мистицизм и наратологию. Ну, мистицизм там точно присутствует, потому что Гугли, понятное дело, что вырос из Гоффмана, поэтому, конечно же, какая-то мистическая составляющая там есть. Что интересно, как я говорил, что Гугли — это такой великий коллекционер. Воздача Гугли — это сбор России целиком. То есть всех вот типажей, всех персонажей, всех грехов, всего описания в произведении. Работа на манипуляции об управлении мечтой и желаниями. Это довольно странно для тех лет. Это я в том плане говорю, что всё это как бы известные вещи. Обезьяна прыгает вверх-вниз, но ни влево и ни вправо. Брон, кстати, один из тех, кто прыгнул влево или вправо. Ну, наверное. В отличие от Галилея. Наверное, наверное. Типажи, конечно, люди в целом не очень разные. Арабов не просто говорит некоторая запрограммированность. Да, у нас, наверное, есть какая-то программа, и, наверное, вы на своём опыте понимаете, что есть люди, которые по поведению, по построению фраз, по, не знаю, даже внешним каким-то составляющим очень похожи. И вот это вот типажирование, его можно устроить крайне-крайне просто. С этими типажами можно как-то поработать. Наверное, да. Иногда такие прыжки получаются. Но, в принципе, человек остался тем же, что во времена Бруно и во времена Макеавелли. И так что, что будет в будущем? В будущем будет следующее. Значит, когда сменится политический режим, на этих навесят всё. А потом, лет через десять, наш сегодняшний руководитель будет опять звездой. Если Сталин у нас звезда, наше всё. Ну, цитирую фильм, мой любимый фильм, фильм про Павку. Звезда упала, понимаешь? Мировой катаклизм. Хрущёв говорил, что у него руки по локоть в крови. А у Сталина я уж не знаю. Так почему мы думаем, что так вот мы... А как бы сейчас освободимся от всего, двинемся в прекрасную Россию будущего? Обезьяна влево и вправо не прыгает. Не будет никакой России. А будет вниз и будет... Да нет. Ну как? Как не будет? Будет. Обязательно будет. Вот с такими немного упадническими настроениями я немного не согласен. То есть, с одной стороны, им крайне приятно предаваться, говорить, что вот всё плохо, мы все умрём. Но это не выход же. То есть, вот этот пессимизм, он не решает ничего. То есть, надо думать, как сделать так, чтобы всё-таки Россия будущего была. Ну что вы, ну что вы, огромная такая территория, огромная страна. Если всему миру кирдык, тогда и Россия кирдык. Да будет что вы, всё будет замечать, всё будет то же самое. Будут пастухи с криком цук. Я нахожу в некотором таком декадансе, в некотором таком паническом настроении какие-то нотки эстетики, и они в чём-то приятные. Но находиться в нём и занимать эту позицию проще всего. Поэтому, конечно же, хочется, чтобы люди не просто как бы ныли, а что-то делали, чтобы что-то исправить. Ты же сам говорил, что политикой не надо заниматься, надо заниматься приумножением личного богатства. Да, я считаю, что если будет больше населения, у которого будет больше богатства, то, соответственно, появится некоторый плюрализм мнений. Потому что, по сути, влияние на политику твоё конкретное зависит в какой-то степени, может быть, даже больше, от твоего состояния. Поэтому, в общем-то, если ты обеспечишь своё богатство, то ты как-то можешь повлиять и на политику России. Это они будут называться сакральностью. И будет стадо. Вы анархист? Нет, я не анархист. К анархизму я отношусь с вниманием. Я считаю это очень интересным явлением социальной мысли. Но ведь сущность анархизма – самоорганизация. Община. Самоорганизация. Так что анархизм об организации тоже. Но на неких других, может быть, утопических основах. Это вовсе не вот эта вольница свободы – это делаешь, что хочешь. Нет, анархизм предполагает ответственность. Просто эта ответственность, она делегирована общинам и кружкам. Ну, возможно ли это? А Ленин же очень интересовался анархизмом. Он же беседовал несколько раз. Это как бы видно по этим журналам. Я в свое время это смотрел. Знал ли Ленин, какими будут суды при Анкапе? Был ли у него ответ? С Кропоткиным. Он очень относился бережно к этому. Со своей идеей упразднения всякого государства. Идея 1917 года. Диктатура пролетариата – лишь временный маленький этап для того, чтобы полностью сломать государственную машину. Он в этом плане был абсолютный романтик. А романтики – это те, кто предполагает, что в мире может быть сложное управление. Анархизм – сложное очень управление. А молоток – простое. А пришел Иосиф Виссарионович, он даже НЭП сломал. Ну, это был слишком сложный. А молоток – нормально, как бы. А первичная угроза молотком по голове – все. У него, по-моему, были в семье репрессированные, поэтому соотношение, конечно, к Сталину очевидно негативное. Все хорошо. Вот что-то сейчас ехали. Попалось вам повальное дерево, перегораживающее дрову? Не попадалось. О, это из, соответственно, Тельца Сокурова. Это уже по сценарию Арабова. У них есть тетралогия фильмов «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст», которые как-то анализируют диктатуру. То есть есть, соответственно, фильм про Гитлера, про умирающего Ленина. То есть тоже последние дни Гитлера, последние дни Ленина, Мао Цзэдуна. И последнее, как вот этот вот фаустианский дух. То есть, по сути-ка, это перелицовка Фауста с прям сквозящим сквозь пленку и сценарий арабовым. То есть, если посмотреть какое-нибудь дело о мертвых душах и посмотреть Фауста, то там прям вот есть очень-очень похожее. Рекомендую всем глянуть то и другое. Подсказываю. Действие первое. Ждать, покуда дерево излиет, и тогда проехать. Сколько лет на это понадобится? Много долгих мучительных лет. Вот именно. Во-вторых, убрать это дерево с дороги... Есть еще... Не буду... Куда? Есть еще третий. Третий. Какой это? Изрубить корягу в мелкие кусочки. Ну и руби, 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 руби! Что вы здесь ходите? Я затрепался. Давайте на чем-то... А я заслушался. Да, ну как бы я затрепался. Давайте что-нибудь, да, про другое. А может быть про это, я не знаю. Задавайте вопросы. Юрий Николаевич. Задавайте вопросы, интересуйтесь. Формат интерактивный. Такое старческое недержание речи. Это не очень. Но вы меня пригласили, я же должен все-таки говорящей головой быть. Так, я-то вообще люблю больше молчать. Я, кстати, тоже. Можно молчать, тогда можно сойти за умного. Юрий Николаевич, я прошу прощения за вот это возражение. Как бы в биографию. Но мне просто чрезвычайно важно от вас это просто лично даже там в том числе услышать. Как вы познакомились с Александром Николаевичем, с Аккуровым? Александр Николаевич, мы познакомились в институте. Александр Николаевич хотел делать экранизацию. Что, не получится молчать? Гусар молчать. Но... Здесь с тобой, рядом. Реки-поттуда. Не искал сценариста, я что-то не находил. Наш преподаватель литературы, абсолютно выдающаяся женщина, Евгения Александровна Звоникова, нас познакомила как вот один гений, как она считала, с режиссерского факультета, и второй кандидат в гении со сценарного факультета. Она вас считала гениями? Ну, я, может быть, бла-бла-бла сейчас говорю, но она считала нас лучшими на этих двух факультетах. Я не знаю, но я не даю этому оценки. Вот она двух лучших свела. То ли Саша, то ли она спросила, читал ли я Платонова. Я сказал, конечно, хотя я ничего не читал к тому времени. Но я был заносчив, так же, как сейчас, и знал, что эту работу я сделаю. Блин, он чем-то похож на Тарантино безумно. А? Смотрите. Что-то же есть такое. Прям Квентин. Вот эта, видимо, челюсть большая плюс такой. Нос. Когда мы начинаем учиться, то теряется, в общем, собственный голос, собственная тема, какие-то вещи. И уже сами понимаем, что плохо. И педагоги нам говорят, ну, в общем, вот ты хуже стал писать сейчас. И делаешь хуже. И говорят, даже мы не знаем, почему так, в общем, происходит. И сам не знаешь, что, собственно говоря, что надо, Гаря, делать. Хотя все мы знаем, что надо делать. Все-таки надо беречь свой голос и как-то впитывая то, что нам здесь дают, развивать его. Прочел Реку Паттудане. А это можно было спокойно в библиотеке? Молодой. Да, Реку Паттудане вполне спокойно. Я не заметил. Мне показалось, что там Тарковский тоже, да. Это все издавалось со времен оттепели хрущевской. Ну, чуть попозже, с 60-х Платонов, начало издаваться. Вот. И мы начали работать. Я думаю, что должны были знакомы быть, потому что, соответственно, в основном случае пересекаться точно должны были. Официально мы запустились с документальной картиной, а Саша уже хотел подпольно снять полный метр. И сценарий, который он написал, я не знаю, какой он был. Тарковский меня что-то там укорял за этот сценарий. Ну вот, собственно, были знакомы. Сценарий. Что-то он там говорил, что я не решил в сценарии проблему речи персонажей. А, shut up. Какая там проблема речи персонажей? Два гения, озабоченные собственной самостью, ещё будут речь персонажей. Чё ты говоришь, чувак? Написал, не думаю, что это... Это интересно, конечно, как многие прям преклоняются перед Тарковского, и у него такое отношение после таких мыслей-триера по поводу Тарковского. Это интересно слышать. Сейчас, соответственно, готовлю лекцию, поэтому читаю много. Интервью с Триером. Хороший сценарий. Но что-то было. Саша поехал в Нижегородскую область, Горьковскую. Кстати, по поводу лекции, я думаю, что логичнее будет её провести сразу же после... Ну не сразу же, но через день или на следующий день после стрима с Маргиналом, который будет через две недели по фильмам Триера. И, наверное, после этого будет логичнее бахнуть лекцию по Триеру, развернутую. Чё вы об этом думаете? Область. И снял эту картину. Была она длинной, кривой, но живой. Это отметили все. Прежде всего тот же Тарковский, что появилось нечто живое, кривое. Денис Кук. Насчёт регулярных фильмов, в смысле с Маргиналом, периодически, когда он приходит в гости, обычно это бывает раз в две недели. А нет, ну именно обсуждаем фильмы с Маргиналом раз в две недели регулярно. То есть уже там на протяжении, я не знаю, сколько, наверное, полгода это происходит. Вот. А вот смотрим, как вчера, когда он в гости приходил на стрим. Ну, наверное, тоже каждую две недели точно смотрим. Иногда бывали стримы, так сказать, внеурочные с просмотром. А лично я смотрю, ну, почти каждый стрим. И провожу аукцион. Тогда слишком много Триера будет. Так что лучше отложить. Ну, не знаю. Триера много не бывает. Вообще хочется закрыть уже тему Триера и двинуться дальше. Что-нибудь готовить? Триер прям крайне-крайне. Водотворный материал. В хорошем смысле. И то, что не совсем имеет референсы. Это не совсем то, что уже было когда-то снято. Здравствуйте. Вы меня не помните? Нет, это не будет пересказ Долина. И это будет в большей степени про биографию Триера, чем про его фильмы. Ну, интервью с Долиным я читал очень давно. А что, вот вы встретились как-то с Уровым? Вот какие вы такие друг-другу слова произнесли, когда вы поняли, что какая-то сцепка происходит. Вы же, ну, люди чрезвычайно самостоятельные, каждый из вас. Ну, как это, найти этот общий язык, тем более на основе Платонова? На основе Платона, но очень легко. Значит, если мы люди самостоятельные, значит, мы андеграундные. Андеграундные, это значит, мы не признаем... Крамер пишет. Следующий стрим с Маргобой 12 декабря. А что, если мая перепутали даты календарей и апокалипсис наступит 12-12, но не 2012, а 2020? Очень может быть, очень может быть. Весьма символично будет обсуждать фильм «Меланхолия» в Арсен-Триера, который, кстати, снят под впечатлением от «Жертвоприношения» Тарковского, который снят по сценарию «Братьев Стругацких». Вот такая вот вложенность. Будет интересно и наблюдать за концом. Здравствуйте, ассембла! Рад вас видеть. Традиции. Вдвоем сделать нечто легче, чем сделать одному. И мы пошли вместе, может быть, даже против своей воли и желания помогая друг другу. Мы были в одном окопе. А потом, когда снаряды перестали... Фильм — это все просто. «Меланхолия», «Антихрист» и «Дом, который построил Джек». Джек, который построил дом. Вот такие вот фильмы мы будем обсуждать на следующем стриме. Это все, в принципе, входит в тетралогию уже депрессии Варсфон Триера. То есть, можно будет поговорить как раз немножко о его психологических проблемах на стриме и обсудить эти фильмы. Вчера на ГГ мы смотрели... Первый фильм, который мы смотрели, был «Бег» с 2020 года, а второй — «Тень вампира» с «Дефо». Стали летать вокруг, выяснилось, что мы можем как бы в разных окопах, а можем вообще в кафе сидеть поодиночке. Наверное, какая-то такая история. В молодости каждый считает себя гением. И это как бы основа для некого художественного состояния и творения и делания чего-то. Другое дело, что гениев практически нет, это всегда ошибка. Мне Пригов, Дмитрий Александрович, мудрый человек, учил меня жить, как старший. Ну, вы знаете, о ком я говорю? Пригов? Да. Ну, конечно. Ну, хорошо. Потому что я на самом деле как бы не совсем сейчас уверен, это все очень быстро уходит, эти все форматы. Он говорил, «Юрий Николаевич, никогда не опровергайте человека, который скажет вам «Я гений!» Никогда. Всегда соглашайтесь, и говорите, «Вы гений, гений, конечно, гений, только успокойтесь». Дмитрий Александрович был мудр. Так вот, каждому... Повы год, вы гений, гений, только успокойтесь. Вы гений. Дмитрий говорит, «Я гений, но почти никто гением не бывает». Но когда двое людей, которые считают себя во глубине души выдающимися и хотят работать, вот мы хотели работать, Сокуров абсолютно трудяга. И вы? Не знаю. А Сокуров абсолютно трудяга, больше, чем я, потому что я люблю паузы, я люблю ничего не делания, я люблю очищение головы полное, как бы, вот это такой белый лист, приведение себя в белый лист. А вот, Саша, мне кажется, другая психология, ну, всё время нужно производить, производить, производить. Я думаю, что это не профессия. Так, а чью фамилию вы хотите назвать? Сеорит, назовите уж. Это профессия до определённого момента, пока вот человек не получил в результате образования какие-то определённые конкретные навыки. Дальше начинается другой этап жизни, который заключается в том, что режиссер становится просто формой реализации личности. Ну да, это только... Так или иначе, какой-то формой осуществления мировоззрения своего. Ну, мы любили работать, и я любил работать, да. И, наверное, вот любовь к работе, сопротивление истеблишменту, и какая-то такая судьба, когда пинают все вокруг, а есть узкий круг людей, которые тебя поддерживают, которые говорят, «Ребята, ребята, нужно одну ночь постоять и дым продержать». Все будет. А потом, когда вроде бы настало, что все у нас случилось, как бы выяснилось, что, собственно, не для этого мы работали. Не для этого мы работали. И выяснилось, что вообще мир как бы устроен значительно сложнее, что премия на фестивале, пусть даже Камска, и признание профессиональной среде... Блин, как красиво! Обожаю, конечно, снежный пейзаж. Жалко в Москве уже все растаяло. Но вот когда вот так же из окна смотрел и были вот деревья полные снега, конечно, это... Не решают каких-то вопросов, которые находятся в центре того, что мы делаем. Или внутри вас? Или внутри, ну, естественно, внутри нас. Убермишка, здравствуйте, здравствуйте, доброго вечера. Поскольку мы-то считаем, что искусство должно выражать вот эту нутрянку, вовсе не быть бигмаком. В этом плане искусство это такой изощренный, дорогой... В Карелии просто снег лежит дольше, и он чище из-за отсутствия большого количества машин, поэтому, конечно, там в чем-то красивее. Ну и там елок больше. В Москве елок не так много. Кстати говоря, скоро же Новый год, буквально через день будет первый день зимы, и можно сделать лайв-стрим с снаряжением елочки. Я не знаю, поставить елку там, развесить вот это все. Как вам такой формат интерактивный, развлекательный? В Москве офигенный снежный коктейль Лужкова а-ля картины Мане просто. Французский ресторан, если это все сравнить с блюдом. Тот, кто любит Биг Мак, все эти ресторанные блюда изысканные покажутся просто отравой. И то, что мы делаем отравой, хотя я не знаю, насколько это изысканно, может, это даже совсем не изысканно. Короче говоря, выяснилось, что мы, как правило, да, это часто бывает, что мы хотели чего-то другого. Конечно же, нам не мешают как бы премии и признания, но каких-то коренных вопросов это не решает. И то, что сейчас не знаю, лично я чувствую, как и чувствовал раньше, одиночество. Лично я чувствую, как чувствовал раньше, бесперспективность собственных усилий. И лично я, как чувствовал раньше, знаю, что без этих усилий я просто перестану существовать. я буду их делать, несмотря на бесперспективность. А как у Саши, не знаю, но я думаю, у Саши и Александра Николаевича примерно где-то схожие мысли и чувства. Но вы же ходили вместе с ним на лекции Мираба Константиновича. Вопер Тарковский и Кубрик Биг Макси, я согласен. Ну, кстати, это глубже, чем я вначале подумал. Действительно. С учетом как бы космической Одиссеи и Соляриса, это как бы прям хорошо. Ну, ходили, а что Мираб Константинович? Мираб Константинович он все время одно и то же самое повторяется. Человек – это бесконечное усилие. Мираб Константинович, да, читал, весь курс читал одну и ту же лекцию разными словами. И, вы знаете, он был выдающейся персоной не потому, не только потому или совсем не потому, что он читал и писал, а просто весь его облик и образ действий, образ жизни показывал нам, что вот человек должен быть таким. Вот вы понимаете, вот в чем состоит учеба? Вот можно миллион раз говорить добро, 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 зло, 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 учить нравственности или учить безнравственности, как есть тоже такие персонажи. Но это все пустое, это все пустые бла-бла, а ты должен действием доказать и действием показать, образом жизни показать. Мамрадашвили показывал образом жизни, и поэтому мы снимали то, что было на голове, бетловку, шапку или беретта. Беретта уже не носили тогда, беретта в 60-х годах ушли вместе с Шуриком и с операцией. Игорь Николаевич, мне всегда было интересно, а как у вас, начиная со одинокого голоса человека и дальше, как это происходит, происходила эта работа между вами и Александром Николаевичем? Вы пишете, переносите ему. Я первые годы как бы был, как бы вам сказать, вот Саша давал некий материал и некое чувство, чтобы он хотел выразить, а я уже это все, естественно, адаптировал себе и формировал материал как сценарий. То есть это была такая работа в какой-то степени, это можно сказать, обслуживанием, но поскольку у нас дружеские отношения, это было дружеское усилие, моя дружеская помощь. И где-то это, наверное, продолжалось, наверное, лет 8-10, покуда у меня не возникли не то, что собственная амбиция, а возникли некие свои сюжеты, темы и как бы идеи, которые я хотел бы выразить. И в этом плане мы развивались по-разному. Саша развивался быстрее, я развивался медленнее, но как бы вот дойдя до сегодняшнего дня, я до сих пор только сейчас на самом деле почувствовал вкус к неким... Короче говоря, накопил багаж собственных идей, собственных ощущений. И в этом плане мы уже, наверное, не работаем вместе, но редко работаем, когда вместе, хотя вот сейчас я вот сделал картину, и Саша был худруком, много мне помогал. Это какая? Ну, я снял мы с группой, я с группой снял в Албании картину под названием Герра Кастро, вот, где Александр Николаевич был ангелом-хранителем, худруком. Ну, я снимал в Албании, он был в Питере. Интересно, она уже где-то есть, ее можно где-то посмотреть? Что-то я смотрел, ну-ка, на кинопоиске упоминается она или нет? Да, упоминается Гера Кастро этого года. А, он еще работал, да, над картиной тоже мультфильма Хржановского «Нос» или «Заговор», не таких, как все это, мультфильм, тоже по Гоголю. Тоже надо его глянуть. Хорошие штуки. Интересно, есть ли он уже на торрентах, может быть? Вот, я думаю, что эта картина весьма интересная, как мне кажется. Это картина о терроре, о государственном терроре. А где же ее можно увидеть? Нигде. Ее нигде нельзя увидеть, она, во-первых, не доделана, еще она будет доделана, а, во-вторых, конечно же, прокат ее возьмет с трудом. То есть, она должна пробиваться через мировые фестивали, а учитывая из-за ковида, что фестивали как бы йокс у нас, это вообще все сложно. Короче говоря, я что хочу сказать, по-моему, все-таки мы сотрудничали друг с другом на основе дружеского расположения и на основе дружеской кооперации. Вот, собственно говоря, и все. А вы могли себе предположить, ну, то есть, вы себе представляли, что вы увидите на экране, хотя бы там в черновом варианте? после «Одинокого голоса», до «Одинокого голоса». Нет, это фильм «Поланский» с Эваном МакГрегором. Или вы не про призрак, который я упомянул? Не представлял после «Одинокого голоса», я уже мог себе представить. Мне не все нравилось, мне не все было близко. Вот, но я отдавал должное оригинальности, я отдавал должное глубине, я отдавал должности амбициям, в хорошем смысле слова, художественным амбициям, и с удовольствием работал в одной упряжке. Франкофония хорош, франкофония хорош. Я на нее ходил в кинотеатр, мне, в принципе, понравилось, люблю такое повествование смешанное. Да, класс, кстати, фильм по-лански, очень, наверное, недооцененный, при нем никто почти не говорит ничего, но он такой интересной, опустошенной атмосферой обладает. А что вы будете делать? Я ничего не буду. Мы станем как обыкновенная жить, чтобы вы не мучились. Подождем, нам нечего спешить. изменить. И известно, то есть вы уже сейчас сами рассказали по поводу того, как отреагировал Тарковский на эту картину. В целом, наверняка же вы еще кому-то показывали, вы спасли, как-то Александр Николаевич вытащил этот мастер, он его как бы спас. как киносообщество вообще отреагировало на эту картину, на эту работу? Ну, кроме Тарковского. Сообщество реагировало круто, гениально и прочее, прочее, но это сообщество было там из 10-15 человек. Мамардик. Это тот, например? Ну, господи, но тот же Мамардик, Мамардашвили. Мамардик? Ну, конечно, показывали мы картину Мамардашвили. Папа сдохнет, да, смотрел. Очень-очень статистичный жанровый с точки зрения черной комедии очень смешной фильм. По-моему, я его как раз видел первый раз на стриме Ужмелевского кто-то бы покупал. Вот. По мне, удачная картина, то есть с точки зрения какого-то развлекухи на вечер, вообще, как топ заходит. Много перипетий. Мамардику не показали. А как вы сидели? Прямо Арабов, Сахуров, Мамардашвили? Ну, а чего? А чего тут такого? Значит, Мамардик же это как вы сидите такой же. Это когда человек умирает, а вокруг него начинает создаваться этот скафандр харизмы. Ну, у него много было харизмы при жизни, но это был человек демократический в рваном свитере, и это не было такого жлобства, которое мы наблюдаем очень часто по отношению к людям известным. Потом же это, вы понимаете, масс-медиа-то в советское время существовала в основном на уровне очередей и слухов. Вот у вас интернет и у нас интернет, у моего поколения сейчас интернет. А раньше был интернет, ты в очередь становишься за колбасой и все узнаешь. Про здоровье генсека, про подорожание, про все, вообще про все. То же самое вы сейчас интернет, что слухов нет, короче говоря, интернет это разносчик слухов, информации, слухов и домыслов и дезинформации, дезухи. Короче, интернет был изобретен в СССР. Ребята, я сейчас все расскажу, как есть. В общем, приходишь ты, подключаешься к очереди, тогда, типа, протокол, очередь, вот, встаешь в него. Наверное, просто как перебивки, чтобы что-то сократить по метражу, наверное, он много говорил, поэтому на руки акцентирует, только что к Саводникову люди опринуты по избрану. Ну, да, но надо все-таки политику, так сказать, отделять. Хотя, тоже вопрос. Ну, интервью неплохое, я соглашусь тут. Получше, чем дуть, в любом случае. Так вот, в этой системе, как бы, люди надувались несколько иначе, чем надуваются сейчас. Потому что, скажем, вот эту нашу с вами беседу, там человек сто-двести посмотрит. Тысячи? Ну, тысячи посмотрит. А про Бомардика, что он гений, знают десять, пятнадцать, двадцать, тридцать пять человек. Ну, нет. Ну, да. Ну, Юрий Николаевич, нет, вы что говорите? Ну, какие тридцать человек? Ну, Ну, хорошо, тридцать человек, но не больше. Ну, о чем вы говорите? Ну, это абсолютно другая ситуация, когда все в одной лодке, безнадежные лодки. Ну, Арабов, сам по себе, личность достаточно интересная, поэтому неудивительно, что авторитета у него больше, он все забирает на себя. Такие, барахтающиеся в шторме официозы. И того, гляди, захлестнет волна, и ты пойдешь на дно. Это другая ситуация. Естественно, мы сидели рядом, два раздолбая молодых, особенно я, и умудренный человек, поклонник французской культуры, который считал, что неизвестно, почему его занесло в эту холодную Россию, в эту холодную СССР. Да, конечно, дрочка-то и кунилингус, это прям наше все, столбы, экзоциализма, на них все и держится. Где волосы растут вовнутрь головы его одной из любимых высказываний, он вообще как бы был как потерянный. Естественно, он приветствовал все, что выходит из границ официоза. И те, кто знал об этом фильме, кому нравилось, они все вот так вот осудили. Но потом другая эпоха. Это как бы эпоха, ну как бы вам сказать, это может вам интересно, а мне интересно слом, который наступил после этого. Вот слом очень интересный. Это в какой момент? А вот смотрите, вот перестройка, светочи либерализма, могу назвать имена, могу назвать издания. Назовите. Ну ладно. Назовите. Ну хорошо. Я открываю газету. Делали кунилингус? Нет, конечно. Спасибо боже. Московский комсомолец. И читаю опрос читателей лучший композитор 20 века. Так. Что вы сейрито? Я вообще мальчик нецелованный. Мне известно, мне рассказали, что пушки наши все. мне рассказали, что СССР самая читающая в мире страна. Мне же рассказали. Значит, я могу прогнозировать, московский комсомолец светочий либерализм. Я могу сказать, что, наверное, ну кто у нас был в 20 веке? Ну, Стравинский, ну, Прокофьев, ну, Леном с Маккартни. Первая позиция Игорь Крутой. Ну, это, блин. Безбэр. Ну, Юрий Николаевич, ну, это же понятно. Это, блин, интересная реакция смешная. Смотрел лекцию Дугина про золотого петушка? Нет, не видел. Дезбэр. Это, на самом деле, вы недооцениваете всех этих вещей. Понятно, что это проплачено. Я тогда не понял даже. А поскольку... Ну, Игорь Крутой сам себя туда и вписал. Правильно. Но люди это съели. И потихоньку, потихоньку, потихоньку Пушкин свалился. Вместо Пушкина Лариса Рубальская? Ну, Жванецкий, скажем. Ну, зачем Рубальская? Жванецкий. Жванецкий, Пушкин ушел. Жванецкий. Вот. Значит, в одном случае пока свободою горю, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим что-то там. Души прекрасные. А последнее слово не скажу. А в другом, а в другом одно неосторожное движение и ты уже отец. Это здорово. Как классно. И каждый мужчина это знает. А как отлично. Культура, что у нас такое? Культура же не Пушкина, а культура описания связи. Всё. Культура есть описание связи между человеком и человеком, человеком и природой, человеком и богом, человеком и государством. Всё. И то, и то культура, факты культуры. Значит, одно описание пока свободы, говорим, пока сердца для чести, для чего чести? А что такое честь? Это уже забыто. Мой друг отчизне почему посвятима отчизне души при... Довольно сложное описание реальности. Вы что, Советский Союз подарил нам великих поэтов, например, Бродский. Ну и так-то Советский Союз в общем-то тоже в чём-то создал вот этот миф Пушкина во многом. Борис Рыжий. Борис Рыжий, кстати, неплох. Такое очень простое то, что знают все. Одно неосторожное движение и ты уже отец. Одно ниже пояса описание, мы это знаем всё, при всём остроумии Жваневского. А другое поверх, 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 более сложное. И что побеждает? Нижнее описание. И в этом плане явление Игоря Крутого на первой позиции, оно симптоматично. Юрий Николаевич, это слово... Ну и всегда было востребование Шостаковича или кого угодно. Но это всегда было так. Дунаевский, да кто угодно. Ну, спросили бы вы там в 50-е годы, кто номер один. Ну, вам бы сказать, Дунаевский. Да, ну, слава богу, не спрашивали. Вы знаете, вы недооцениваете, значит, я вам могу сказать, что было в 60-е годы, как советский человек развивался. Это было очень интересно. Значит, телевизор. Стихи того же Пушкина в исполнении Журавлёва позднее Юрского и прочих. Октябрь шестнупил, уж роща отряхает сколько, как то, что она отряхает, и то, что она всегда отряхает. Естественно, мы бесились. Моё поколение бесилось. А Пушкини вообще не могли слушать, слышать, это одно фамилия, потому что просто прессовали этим. а с другой стороны, госнасилие. И вот в этих парадигме вегетарианского периода сформировался характер советского человека. Он очень интересен. А 37-й год. Широкие репрессии и столетия со дня убийства Пушкина. Как интересно. и советский человек от вашего вопроса сейчас я к нему вырулю потихоньку. И советский человек формировался между этими двумя полюсами насилия и аристократической культуры, которую в Далбре вольт. Пусть не вся. Там кое-что оставалось за бортом, какой-нибудь Константин Леонтьев или Лесков или Вехи. Но тем не менее там было кое-что. А Достоевский уже с 56-го года по-моему начал издаваться. И потихоньку в школьную программу вошел. И насилие. И выяснилось, что а, советский человек может противостоять как-то государству, привыкает ориентироваться в насилии, в пропаганде. И слово «честь», «сердца для чести» вот это то, что шло через аристократическую культуру, вот этот высокий этаж существования, это был тоже его. Единственное, чего советский человек не знал, это деньги. Вот не знал. Вот это коммунизм, как говорил Хрущев. Коммунизм, капитализм, коммунизм. от этого мы сейчас страдаем, то есть из-за того, что, собственно, вообще образ богатого человека, человек, который что-то заработал, он, так сказать, дискриминирован, он выглядит очень-очень нездорово страны, и кажется, что если у кого-то есть деньги, значит, он как-то нечестно заработал, сознание до сих пор присутствует, это очень плохо, очень плохо, очень плохо. До коммунизма далеко, естественно, 100 рублей нарыло, и на эти 100 рублей жили. Квартплата там пятерка, по-моему, стоила, даже не хочу это все вспоминать. И когда, конечно, появились деньги, советский человек оказался абсолютно психологически не готов к этому. И то, что мы сейчас пожинаем вот это вот бабло, которое побеждает зло и прочее, и прочее, когда просто понятие добра и зла отпали, а на первое место вышло понятие эффективности еще более абстрактное, чем добро и зло. Вот абстрактное понятие. Для кого эффективность? Есть разная эффективность. Вот это все мы пожинаем вот этот вот слом. И когда русский человек придет к деньгам, ну, должно пройти, чтобы он к ним стал быть. Кому я должен дать куч-пойнт? Что случилось? Легко относиться, чтобы это не было бы всей жизни. Так вот, возвращаюсь к опросу комсомольца. Я сразу понял, что новая реальность наступает. Наступает новая реальность. И что, по-видимому, по-видимому, многому кирдык из того, в чем мы жили. Кирдык высоколобом, кирдык сложному искусству. Кирдык желанию вообще сделать что-то вне референса. Кирдык другая эпоха. И уже, когда наши фильмы были легализованы, наш статус потихоньку стал обрастать жирком. Жирком равнодушия. А, вот эти все застолбили. У меня сейчас очень много сообщений внезапно приходят. В родных фильмотеках есть фильмы этих ребят. Все. Уже читают лекции. Активировали. Спасибо большое. Болтки. А про что мы читаем лекции? Мы не знаем, как жить. Мы не знали, не знаем. Но просто задержались на этом свете, кое-что видели. Живите так, как вас ведет звезда. И все стало более равнодушно, официозно по отношению к нам. И потихоньку мы стали становиться частью эстеблишмента, против чего я всегда возражал. Вот мне как бы я не хочу быть. Я хочу быть частью культуры, наверное, так как я ее понимаю. Но частью эстеблишмента я могу и не быть. С деньгами я могу быть, я могу и не быть. У меня есть опыты и того, и другого. Не для этого мы что-либо делали. И началась вот эта амортизация, которая приучает человека к комфорту, о том, что все как бы будет тип-топ и, как ни странно, к равнодушию. Отношение к нам стало иметь такую ритуальную основу. Она... Ну вот, кстати, про что мы говорили в начале стрима, про то, что вот это вот равнодушие, наверное, и порождает тот базис, что нам, человек, который внезапно какие-то эмоции проявил, заплакал, кажется нереалистичным, потому что мы в общем-то привыкаем к этому равнодушию и в этом равнодушии как-то находимся. И кто-то, кто выходит из равнодушия, нам кажется симулякром, то есть человек, который что-то симулирует, показывает неправду. Разно, это можно не признавать, можно признавать, но в любом случае любой ритуал далёк от живой жизни. Это, возвращаясь на ваш вопрос, а вот как бы что. В новой эпохе мы существуем по-новому, и прыгающая обезьяна сейчас просто вот как бы тогда она поднималась в прыжке, а сейчас она опускается, и того, гляди, она нас раздавит. Наши усилия сейчас выглядят как бесполезные потуги повернуть вспять или куда-то завернуть естественное русло реки. А естественное русло реки – это угождание первичным инстинктом и разгружение мозгов в кинозале. Всё как бы. Мы, белые вороны, дутые величины, да и вообще неизвестно кто. Потому что мы не работаем с парадигмой одно неосторожное движение и ты уже отец. Ну, что он прям не любит Жванецкого. Не знаю, с чем хейт связан. Аним его за мистей. Это же этот самый говорит. Давайте ещё потравим какую-нибудь. что-нибудь. Вы очень крутой, конечно. Да я какой, я не какой. Ну, какой крутой. Это всё крутизна, как бы вам сказать, она недорогого стоит. Кто тюрьмы прошёл и остался человеком, а, да, ты крутой, да. Ну, я вот, правда, умирал по-настоящему и примерно знаю, что такое смерть. Кто умирал по-настоящему в чате? Есть такие? Ну, в этом плане, наверное, вот, может быть, это даёт что-то. Как бы представление человека как просто о кульке праха. И, конечно, когда этот кулек праха начинает возвеличивать сам себя и говорит, что моему эго должны поклониться все народы мира, а вот это по-настоящему смешное дёшево. А всё-таки я, я думаю, Александр Николаевич не хотели бы быть дешёвками. Саша Трудяга и Молочина, его труду я бы не хотел быть дешёвкой. Можно ставить какие-то внутренние нерукотворные памятники. Я стараюсь быть тем же, но мне просто скучно, я работаю от скуки. Скучно как бы, да, куколь, но умирал. Это как, интересно? Скучно жить мой Евгений, да. Жизнь, конечно, по сути, есть чудо, божье чудо, но социальная жизнь очень скучна. И как бы, лично мои усилия часто это, чтобы разогнать эту скуку просто. Чудовищная социальная жизнь. от прыгающей обезьяны. Я вот просто объясню свои какие-то такие ощущения. Я просто когда тут недавно читал двухтомник такой, написал замечательный историк философии московский Петр Рябов. Чудесный совершенно. Там история философии экзистенциализма от блаженного Агустина до сегодняшнего дня через Монтене, Паскаля, кого угодно и так далее. Я понимаю, что этот класс людей, которые прыгают в сторону вне зависимости от времени, вне зависимости от строя политического, вне зависимости ни от чего, он все равно сохраняется. Это огромное счастье, то есть это сохраняет веру не знаю во что, веру в человека, веру в то, что вообще все это имеет хоть какой-то смысл, когда ты рядом с тобой оказываются эти люди, ты имеешь счастье видеть их, продукт их труда, условно говоря, ваши фильмы с Александром Николаевичем и так далее. Вот про что я думаю. Я удивительно счастливый в этом смысле человек. Я имею способность это видеть, я это вижу и я это осознаю. Ну, да, да, вообще можно как бы все разговоры иначе повернуть. Я несколько раз сталкивался как бы с реальным чудом в жизни и могу сказать, что оно существует. А если оно существует, то существует, как бы вам сказать, вот этот верхний слой бытия абсолютно радостный. надо советский солярис пересмотреть и голливудский посмотреть, это мнение ставить уже сейчас взрослое. Существует просто как бы творец и творцы всего этого мира, вот эти спиритуальные существа, которые, конечно же, олицетворяют любовь, силу, мудрость и так далее и тому подобное. Здесь мы всю жизнь спорим, бородатый или бог, или нет. Есть бог бритый, есть бог бородатый, есть бог с хоботом, есть бог с обезьянним лицом, но это как бы у нас споры, каким должен быть бог, бородатый или безбородый, насколько борода должна быть подстрижена. Это все конечно забавно очень. Ну то есть в принципе мы всегда все мы улетаем в детали. Мне солярица в Тарковского тяжелее всего зашел как-то. Ну в Тарковский он в принципе не для легкости. Ну как бы бог естественно открывается через историю и через национальные традиции. Тут можно спорить к какому народу он открылся в большей степени. Но вот по моему собственному опыту как бы чудеса существуют. Чудеса это то, что происходит вне причинно-следственной связи. И если они существуют, то вот когда с ними сталкиваешься, ты оказываешься в блистающем мире сказки и детства. Ну бог с андеркатом был такой. Случился внезапно. К чему приводит бог с андеркатом мы знаем. Знаете, вот ради этого стоит наверное жить. я не знаю насколько работа с этим связана и помогает ли работа воспринять это чудо. У меня просто была ситуация, что связанная с болезнью. Довольно тяжелая мне предстояла операция. И одна моя подруга сказала, а знаешь, а я узнаю все по поводу тебя у одного человека. Я говорю, а что это, где он человек, он что, в моем рове живет? А нет, он в Канаде живет. Я говорю, а что, а при чем, а он знает, кто я? да нет, нет, он ничего не знает, он и в Российнике не был. Бог ты мой. Значит, у меня должна быть операция, операция сложная и все это. Получаю весточку от этого человека. Идите в Красную Церковь с голубым залом и столько-то, столько-то времени твердить определенную молитву. Но я сейчас не буду уточнить такую. Церковь находится в двух километрах от вас. Что за чепуха? Человек даже не знает, где я живу. Вообще, что за чепуха? Идите в Красный Штат. Нет у меня Красной Церкви в двух километрах. Нет у меня Ну, я говорю, да, спасибо, спасибо, что такой встретился человек. Спасибо, спасибо. Ну, естественно, западает у меня это все в душу. В конце концов, меня не попросили исповедовать культ Санта-Муэрта, меня не просили съесть горячее сердце горного козла и прочее. Не загоняли на кладбище, ну, чего-то так я вообще раздосадовался. Ну, я начинаю глядеть Красные Церкви, они все в пяти километрах. Мне кажется, славянские кладбища самые страшные, не знаю, почему, но вот кладбища в России, они выглядят очень криповые, намного криповее, какие-нибудь ухоженные кладбища, которые в фильмах показывают, покосившиеся странные кресты, какие-то страшные фотографии, все разные, все в разнобой, создают атмосферу. Странно, что-то нигде не используется. Я помню, и какие, собственно, ритуалы похорон славянских. Я помню фильм «Затащи меня в ад», там, короче, цыганку тут хоронили, и это, конечно, прям, не знаю почему, но меня очень пугало. В метрах две, в Останкино и на Алексеевской, в начале Алексеевской. Ну, какая-то налажал, налажал. И совершенно вдруг случайно я вспоминаю, что у меня тут во дворах в Свиблово есть действительно одна церковь, но она в двух километрах, но, по-моему, она не красная. Я, значит, смотрю по интернете, да, белая. Нет, всё не то. Не совпадает. Всё не то, всё не то. Ну, идёт жизнь, и как-то один раз после преподавания в институте я думаю, загляну-ка я в эту церковь, что это такое? А вдруг, как говорится, а вдруг? А вдруг бывает? На машине, наверное, надо поехать. А вдруг мне что-то шепчет. Ты поедешь на машине, обязательно будет ДТП, ты не доедешь. Я начинаю с задачей думать, ну, два километра, то что такое. Пойду-ка я пешком. Когда мелким на кладбище был, мне всегда казалось, что, типа, ночью души встают из могилы, пьют водку, то есть отобщаются. Вообще кладбище, особенно в областях, похоже, такие грядки, да, грядки, грядки смерти. По сути, может быть, это вдохновило внезапно Тима Бёртона на создание Битл Джуса, о том, что загробная жизнь, она как бы тусич бесконечный. И начинаю я идти пешком, значит, это февраль месяц, такая серая атмосфера московская, какие-то остатки снега, какая-то слякоть. А церковь, точнее, подворье, стоит во дворах домов в таком небольшой парке. Я прохожу эти, значит, дворы пустые, и вдруг навстречу мне выходит абсолютно голая бабёнка. Так, ладно. У меня такие, я очень плохой христианин восточного православного извода. И говорит, молодой человек, можно вас на минутку? Значит, в неё накинута какая-то такая шубейка, расстёгнута. И в чём мать родила? Я смотрю на лицо, не проститутка, нет. Это кажется, сейчас вот будет что-то такое размалёванное. Нет. И я вдруг понимаю, что сейчас всё состоится. Что человек или не человек с другой стороны Земли загнал меня в какую-то историю, где... Это можно легко исправить. Вот. Кстати, у меня такие всякие непонятные случаи случались в жизни. Один из таких очень странных стечениях обстоятельств был случай следующий. Когда-то давным-давно, когда мы были молодыми, когда я был молодой очень, мне нравилась одна девочка. Вот. И мы с ней общались там в чате, в общем-то, никогда мы с ней не виделись. Ирле. И я такой, блин, я очень хочу быть с ней. Взял, написал письмо ей, ну, от руки, написал, взял в конверт и сказал, что я вот сейчас пойду её встречу. Пойду её встречу, пошёл, типа, в всём таком изменённом состоянии. Вот. И я её встретил, передал ей письмо. То есть, в реальной жизни я знал, как она выглядит. Хотя Петрозаводск не очень большой город, но вот так вот рандомно просто выйти кого-то встретить всё-таки, это какое-то, я думаю, стечение обстоятельств. 350 жителей, 350 тысяч жителей, поэтому, ну, всё-таки что-то должно произойти. И периодически у меня вот всякие разные вещи в жизни тоже случаются, необъяснимые. Сейчас всё состоится. И эта дама или кто это, призвана, чтобы меня просто как бы отвратить, чтобы я не дошёл, я делаю вот такое огибание, естественно, не испытывая никаких первичных инстинктов, ничего кроме удивления и радости в глубине души. Ну, это не был сон. Да, ну вот, с этим столкнулся, сейчас всё состоится, потому что это очень всё странно. И вдруг, значит, я вижу, как со стороны туда, куда я иду, какой-то идёт прохожий, тоже мужчина, и у неё переключается внимание на этого прохожего. Вот, и она начинает с ним говорить, они как бы остаются, а я иду дальше, 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 дальше. Вот, рационализировать эту даму. Ну, я так себе, вот, если рационализация, наверное, это была какая-нибудь наркоманка просто, которая за, значит, такое быстрое удовлетворение в пустых дворах, вот, невозможно себе представить, это Москва, может быть, как бы, деньги, чтобы уколоться, я вообще... Ну да, я передал письмо, разумеется, разумеется, эта история ничем хорошим не закончилась, то есть, ну, отношения с этой дамой не состоялись, несмотря ни на что, несмотря на, как бы, романтическую историю, это почему, собственно, жизнь, она, на самом деле, плохая литература, жизнь, достаточно нелепо в жизни, вот, все эти сюжеты, они ничем не заканчиваются, ни во что не превращаются, не надо надеяться, что будет все хорошо, романтично, интересно. На видео Юрия Арабов, сценарист, который работал с Сокуровым, также с Лунгиным, работал с Серебреньким, работал с Германией. Короче, я говорю, и подхожу к этому подворю, и вижу, что церковь красная, что с нее сбили штукатурку белую и обнажили красную кладку. Ёлы-палы. Я вхожу вовнутрь, конечно, никакого голубого. Ну, какое, ну, какое может быть голубое вообще? Что это голубое? Вообще, что он там наплел мне? Но я, тем не менее, радостный, в общем, что-то такое происходит. Я, церковь пустая, день, я сажусь на скамейку, начинаю молиться, ту молитву и столько раз, насколько мне сказал, незнакомый для меня человек. Я вдруг вижу маленькую дверцу в левом плитворе. Она полуоткрыта, и я вижу, что там какой-то маленький зал. я открываю эту дверцу и отказываюсь в голубой церкви, в голубой пристройке. Я вдруг понимаю, что всё. Вот и всё. А вот и всё. Я начинаю молиться, и отмолившись, я слышу голоса, как давно вы у нас не были, что случилось. Я оборачиваюсь, стоит какая-то маленькая женщина, улыбается. Я говорю, а разве я когда-то был? А вы забыли, ваша жена же помогала нам восстановить этот храм. Я вдруг вспоминаю, что действительно мы как бы помогали, писали, собирали какие-то деньги, когда это было, просто восстанавливали струхи всё это. Потому что был какой-то склад, ну, как обычно, вот в эти времена, когда восстанавливались церкви, в конце 80-х, там перестройка. Я говорю, скажите, а как называется вот этот притвор, эта часть? Она говорит, это Георгия Победоносца, а Георгий мой святой, я Юрий, я Георгий вообще. Я делаю то, что сказано мне, и диагноз не подтверждается. И операции не будет. А человек или кто-то? Ну, с одной стороны, вроде бы как бы смешно, но как-то сработало. Может быть, он мог бы туда не пойти, и всё так же было хорошо. Который мне об этом сказал, никогда не был в России, меня не знает индус. Крещеный индус. Специалист по индуизму и по христианству. Который вот с первого момента абсолютно включается вот это, как бы сказали бы, единое информационное поле, где не существует прошлое, настоящее и будущее, а что всё сконцентрировано в одной точке. Ну, это теория, как бы научная, она не подтверждена. Ну, к слову, Арабов так же угорал в своё время, в молодости по всяким веществам. Повергнуто. А с тех пор, полноты образа. Как бы ответственных моментов я с этим человеком просто советуюсь. И вот когда в прошлом году мы делали этот фильм, он очень долго, он готовился в 8 лет и как бы не мог раскрутиться. И так получилось. Я хотел сначала, чтобы другие режиссёры это делали, я вообще не хотел быть режиссёром. Несмотря на как бы то, что хочется попробовать что-то новое. Вот. Я позвонил, он сказал, да нет, всё, ваша картина уже снята, а вы просто смотрите там и постарайтесь скопировать то, что уже снято. Да я постарался скопировать. Короче говоря, я к чему всё это клоню? Я клоню к тому, что наш разговор... Ну, он немного, конечно, лукавит. Наверное, какие-то желания стать режиссёром у него возникли на предыдущей картине, которую он снимал с Валерией Германикой, где он её буквально задавил своим авторитетом. По словам Германики. И прям делали всё по его указке, как он говорил, в итоге на площадке. И, наверное, после этого он решил всё-таки попробовать себя в роли режиссёра. Будет интересно посмотреть картину, именно созданную Арабовым. Что интересно, что это не первый сценарист, который тоже становится режиссёром. Хороший пример и лучший фильм, наверное, этого года, это, я думаю, как с всем этим покончить, Чарли Калфмана, который тоже сценарист, который один из многих сценаристов, который является как бы автором фильма, потому что, говоря о вечном сиянии чистого разума, говоря о быть Джоном Малковичем, мы говорим, что это Калфмановский фильм, он сделан Калфманом. И чёткая какая-то эстетика, какая-то вот эта вот машинерия, которая просвечивает через реальность машинерия мира, она присутствует во всех его картинах, в том числе и следующих, таких как Нью-Йорк, Нью-Йорк, Синедоху, таких как Аномализа, машинерия там просвечивает, вот. Да, деда тупо задавил тяночку. Он начался на таких множественных что всё скучно, грубо говоря, скучно жить мой Евгений, но это только полправды, половина правды, а вторая половина правды состоит в том, что есть абсолютно блестающий радостный мир творчества, любви, культуры и того, что мы называем Богом. Абсолютно. Я хотел поэтому вас и спросить, какой смысл тогда смысл помнить или думать об этом рейтинге в московском комсомольце, об этом Игоре Крутом, если ты являешься свидетелем чуда. Я в рейтинге живу, я в рейтинге живу, в рейтинге моя социальная жизнь, понимаете, это вещи, вы знаете, моя позиция, нужно все знать, все понимать максимально, то, что тебе подвластно, и, ну, оставаться самим собой, что ли, как бы Божьим созданием, насколько это возможно. так что, для меня, вы знаете, это вещи в какой-то степени, ну, не равновеликие, но я считаю, что жизнь состояла, если бы жизнь состояла бы только еще. на самом деле, я не в окно смотрю, у меня там стоит, когда я вот так вот поворачиваюсь туда, там стоит ноутбук, и я что-то печатаю просто на самом ноутбуке, не на клавиатуре. Арабов, кстати, не такой старый, как кажется, он выглядит старее, чем есть на самом деле. Шесть лет всего лишь ему. Не, не мой ровесник, Ну да-то я был бы таким радостным, идиотским проповедником, и ходил бы по улице с криками Харе Кришне, или еще что-то. Или какая-то женщина. А я не хочу, а я не хочу, а я не хочу. Я тоже. Юрий Николаевич, можно я вас спрошу, просто, у меня этот вопрос, честно говоря, не то чтобы мучает, но мне просто интересно, искренне. Да, да, да. Если посмотреть на вашу фильмографию, которую вы спросите, что я только про Сакурова спрашиваю, вопрос человека, Платонов, Дни затмения, Стругацкие, Скорбное бесчувствие, Бернард Шоу, Спаси и сохрани, Флабер, Камень, так или иначе, Чехов, Тихие страницы, Достоевский. Почему для вас с Сакуровым всегда было так важно опираться вот на эту основу как бы большую? Я скажу, возвышенно и сниженно. Возвышенная часть ответа для нас всегда была важна традиция и культура. Сниженная часть ответа отсутствие оригинальных идей. А в чем больше правды? В чем правда, и в том и в другом. Оригинальные идеи позднее появились. Позднее, 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 в 2000-х. Если там по фильмографии вы то же самое это увидите. Абсолютно верно. Вот и у меня там, и у Саши, у него там документальная картина. Я не знаю, вы видели Фауст? Если вы не смотрели Фауст, я рекомендую. Посмотрите, какой кадр. Если сейчас его до конца доведут, это просто великолепно. Смотрите. Это просто, это восторг. Вы помните ваш первый разговор с Сокуровым? Когда... И это важный момент. Это такое падение в некоторую бездну, после которого там случается... у него в голове или у вас или вместе идея вот этой тетрологии. Изменения, ну, по сути... Молух, телец, солнце. Ну, это на основе Фауста Гёте, такой вольный пересказ. Как мы шкаф ему на высокий этаж в общежитие тащили, вот это я помню. А никакой идеи тетрологии не было. Абсолютно. Я, во всяком случае, в эти идеи тетрологии не посвящён. Вот. Мы... Про разговор про Молох или Молох, я уж не знаю, Молох, говорят, точное ударение. И я как бы исходный разговор помню. Слушай, а давай сделаем картину про Гитлера? Вот это так звучит? Да. А давай сделаем картину про Гитлера? Я говорю, давай, Саш, о чём мне? Давайте сделаем картину про Гитлера. Нарисуем, будем жить. Да, говорит, только ты напиши, чтобы Гитлера играл Джек Николсон, а его Браун Лайзе Миннелли. Да ладно. Я вам рассказываю разговор. Он так и сказал? Да. Вы считаете, что... Вы как бы брали интервью, вы считаете, что Александр Николаевич такой грустный, глубокий, глубокий, унылый человек. А вовсе нет. В молодости он был довольно забавным. да и сейчас тоже. Так же, да. Вы были забавные люди. Я говорю, да, Саш, хорошо, всё. Чего там? Что нам стоит дом построить? Ну и написал такой один день. Вот. До этого почитал дневники Гитлера. Но мы договорились, что вообще войны в картине не было. Какие... Подождите, а как дневники Гитлера? Дневники секретаря Гитлера. Они замечательные, там как бы весь идиотизм в общем видно, за который человечество заплатило 50 миллионов. Но не только идиотизм. Как бы любые застольные разговоры, они идиотские. Кого не записали... Кстати, было бы почитать. Я думаю, даже если Платона застольные разговоры кто-нибудь записал, это всё было бы примерно так же. Финны сумасшедшие от того, что у них всё время зима и северное сияние. Все северные народы безумны именно от этого. Это многое объясняет, что со Скарчиком то происходит. Снег излучает тоску. У чехов усы растут книзу от того, что они произошли от монголов. Но немцам повезло, сильно повезло. Северное сияние их не коснулось, а монголы прошли стороной. Короче говоря, написал. Вот. Написал. Саша снял. Няу. Ну, естественно, когда ещё до съёмок. Вот я, кстати, я догадываю вас правильную мысль написать, говорите. Когда есть какие-то коллабы, я всегда так стараюсь и делать. Я стараюсь молчать, чтобы все во мне не разочаровались. Мы обращались с каким-то ещё продюсером помощи. Довольно запомнился мне отзыв одного крупного голливудского продюсера, который сказал, вы как бы не понимаете на самом деле работы в Голливуде. Ни одна картина про Гитлера, где нет войны и еврейской темы, не будет нами финансироваться. А сейчас всё изменилось. Сейчас всё изменилось. То есть наша картина про Гитлера была ласточкой на самом деле изменения тренда. А после этого вышла картина «Бункер», после этого вышли «Тарантино», вот эти все бесславные ублюдки, где всё как бы перевёрнуто и картина забавная, скажем так. Всё изменилось. Но вот это я запомнил. Я запомнил, это меня поразила вот эта форматность Голливуда, крупнейшей фабрики. крупнейшей кинофабрики, которая определяла, начиная с 20-х годов по сегодняшний день, просто физиономию кино как промышленности. Это было довольно интересно. Вот, собственно, то, что там было. Когда Саша снимал, на Линфиме почти ничего не производилось, и Герман старше жаловался, до чём бы дошли пустые студии, пустые коридоры студии, и по ним ходят какие-то люди в гестаповской одежде. Гестаповский. Вот до чё мы докатим. Вот советское кино. это я помню. Ну это точно. А какая из четырёх, собственно, вам? Ну, спрошу прямо, вам больше всего нравится. Я давно это не пересматривал, но я пересмотрел вот несколько лет назад в кинозале на плёнке не на цифре Молох, и на меня произвела большое впечатление картина. Я считаю её одной из лучших наших совместных картин. Ну что? Забавно. Это озвучку делает, то есть актёры говорят по-немецки, а подзвучивает обычно сам Сокуров, то есть он сам читает своим голосом, соответственно, текст закадривает. что ты от меня хочешь? Тебя же нет! Ничего нет! Ничего! Ничего! Ничего нет! Гид век! Прочь! Я вам скажу, что они... Я смотрел недавно, все пересматривал, все четыре. Нет слов. Ну, ладно, и слава Богу. И слава Богу. Нет слов просто. Да, и слава Богу. Юрий Николаевич. Как бы наша плата здоровьем, глазами... Да, это чудо! И как бы одиночеством, ну, если фильмы приличные слова. Это чудо. Для меня эти ваши картины... Плата невысока. Для меня эти ваши картины с ним, это тоже, что для вас Красная Церковь в двух километрах от вашего дома. Пока это так. И слава Богу. Юрий Николаевич, что будет после смерти? Ну, я могу подробно вам рассказать, что будет. Для большинства будет небытие. Почему звучит как Бурнагянс? Не знаю, почему так. А для меньшинства путешествия. Три. Другой трип. Для большинства те, которые не сформировали душу, а для меньшинства, когда душа сформирована, вы продолжаете путешествовать. Взгляд не канонический, не христианский, ни в каком изводе. Но поскольку я не священник, поэтому я и не еретик. Я никому не навязываю. Это мой личный опыт. Я не считаю, что у всех есть душа у людей. Я считаю, что да, есть потенции для души и богоподобны, но душу человек теряет, и потерявший... У кого проблема с потенцием души, господа? Ушу у большинства людей после смерти не будет ничего ровным счетом. Те, кто душу сохраняет посредством любви и творчества, и так называемого добра, для тех путешествия продолжат. А когда ты совершаешь путешествие на край ночи и достигаешь края ночи, там тьма или свет? Там путешествие будет скорее в свете. Я не думаю, что это такой как бы некий абсолютный мир радости, но существование продолжится. Тут ведь, понимаете, с бессмертием только один вопрос. На уровне энергетическом физика, и мы с того времен школы знаем, что энергия не исчезает. Человек как энергетическое существование никуда не исчезает. А вопрос в сохранении психологического склада этой энергии. Вот психологический склад, я уверен, сохраняется после смерти только у тех, кто не потерял, а сформировал душ. У большинства это все в такую безличностную энергию уходит. Глупые высказывания. Ну, да ладно. Просто есть мухомор. Неплохо. Тоже вариант. Первое глупое высказывание. Ну, не последнее. Ну, это моя как бы, ну, вера, что ли? Интуиция, если это хоть как-то соприкасается с реальностью. Не знаю. Вот. Но поскольку просто у меня есть человек, который на другой стороне земли может предсказать, что будет с вами в 72 часа, так что, может быть, мои слова не такие уж глупые. спасибо, Юрий Николаевич. Все, спасибо. Спасибо. Холодно у вас. Чего-то я подмерз. А это из этого самого мы его обсуждали тоже. Юрия в день. Серебрянька он снимал как раз. Посударю Юрию Арабову. Троицы и святою песть припевали. Субтитры создавал DimaTorzok